Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как понять, что ты нравишься мужчине? Ответ будет на самом деле довольно простой. Никак. Потому что до тех пор, пока человек прямо не скажет вам о том, что вы ему нравитесь, все ваше понимание относительно того, что вы нравитесь. Это догадка. Если только вы не считаете, скажем, ну, скажем, флирт какой-то, да, или какой-то поверхностный интерес за симпатию. Никак. Нельзя, в принципе, понять, что ты нравишься кому-то. Потому что человек зачастую сам не всегда понимает, что ему кто-то нравится. Вот. То есть, вот, банально, банально человек, да, человек, не может понять сразу, что ему кто-то нравится. Это происходит, ну, спустя какое-то время. Вот. Это происходит спустя какое-то количество времени. И не всегда это время, оно какое-то, ну, какое-то маленькое. То есть, не всегда это процесс быстрый. Вот. Вы можете довольно много времени убить на то, чтобы вот понять, ну, пытаться понять, нравится ли вы человеку или нет. Вот. Вот. Много времени можете на это купить. И, в принципе, так ничего не добиться. К сожалению. Но возникает вопрос здесь. Всегда возникает вопрос. А зачем? Зачем пытаться понимать, нравится ли вы кому-то или нет? Для чего? Для чего? Пытаться понять. Ведь, если вам человек нравится, то можно сразу ему об этом сказать. Что? Что? О, ты мне нравишься. Все проводит с тобой время. Вот. Ты мне интересен. А, там, еще что-нибудь такое. Ну, в похожем стиле. В похожем духе. Так. Зачем понимать, что вы не нравитесь кому-то. То есть, это вопрос о ваших собственных чувствах, в первую очередь, к человеку. Это вопрос о том, как вы воспринимаете себя в контексте человека. И это вопрос о том, на мой взгляд, на мой взгляд, это вопрос о том, чего вы хотите в отношениях. Ну, вот, сами вы чего хотите в отношениях, да? То есть, в чем вы заинтересованы, например? Вы, например, заинтересованы в том, чтобы делать человека, который вам нравится, да? Счастливым, допустим. Вы в этом заинтересованы? Вы заинтересованы в том, чтобы как-то вот способствовать росту человека, да? А, ну, способствовать, там, не знаю, развитию его, да? Например. А, вот. То есть, вы в чем заинтересованы здесь? А, почему, почему вас волнует то, нравится ли вы человеку? Вот. Какой, на мой взгляд, вопрос, вам нужно себе забыть? И в какой вообще момент времени то, что чувствует ко мне кто-то, ну, другой, стало важнее того, что чувствую я к человеку? Вот. На эти вопросы, в отличии от вопроса, касающегося третьего лица, вполне можно ответить. Понимаете? На эти вопросы, вполне можно ответить. И все сразу станет понятно. Другое дело, если вы, ну, как-то вот в своих чувствах сомневаетесь немножечко. Другое дело, если вы сами к мужчине ничего не чувствуете. Такого. Вот знаете, ну, сильного. Если вы выбираете, например. Другое дело, если вы в этой ситуации пытаетесь себя как-то защитить. Если вы в этой ситуации пытаетесь себя обезопасить. Вот. А в этих случаях вам действительно важно понять, а что же чувствует другой человек, чтобы знать, как себя вести. Ведь вы себе не доверяете. Вы себе не доверяете и прибиваете, очевидно, в страхе настолько, что даже не можете спросить. У мужчины. А что ты, что ты вот ко мне чувствуешь? Вообще. Я тебе нравлюсь. Вот. Понимаете? То есть, это вопрос вашей уверенности в себе, самооценки, психологической обустроенности. Ну и доверие себе, естественно. Вот. Чего я вот могу сказать, да, что, по моему мнению, у вас этого нет. Ну вот, мне так, мне так, по крайней мере, кажется. И, конечно, 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 у вас есть, ага, ну, как это сказать, у вас есть, ага, такое, такое право у вас есть, такая возможность ждать. От мужчины первого шага. Естественно. Вы можете это делать. Вы можете ждать от него первого шага. Я имею в виду от того, вот, кто, например, вам, ну, вам нравится, да? Да. Но тогда, в таком случае, вы будете находиться в состоянии зависимости от другого человека. То есть, вы буквально будете зависеть от того, что к вам чувствует мужчина. Если, если вас это устраивает, то есть, если вы считаете, это нормально для себя. То я не вижу каких-то проблем. Если вы согласны с бати, если вы считаете, что, ну, вот, что только мужчина делает первый шаг, что только мужчина должен проявлять, значит, вот, симпатию, да, и так далее. Вот. Ну, как бы, как бы с этим, с этим вот спорить никто не будет, если это так. Ну, готовы ли вы заплатить цену, которая неминуемо как бы наступает, да? Когда человек, когда человек занимает какую-то поведенческую модель. В вашем случае, допустим, это вот, поведенческая модель пассивности, да, пассивности. Вот. А обычно получается так, что человек, когда, ну, вот, хочет, чтобы другой проявил инициативу, да, сетчика пытается поймать, распознать, подтолкнуть, сослапать, вот, подошла к кого-то поговорить, ага, там, с другого аккаунта в соцсети написать. Понимаете? То есть, человек, вроде как, пассивный, но в то же время, как же, вот, все время его зарачивает на активности. Вот это вот, на мой взгляд, на мой взгляд, это несколько является, как бы, ну, самообманом, что ли. Вот. И чем-то вроде избегания ответственности. Конечно, личный. Понимаете? Вот. Вот то, что я могу вам сказать, отвечая на ваш вопрос. Надеюсь, это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу.